это здание самый конец затоки за ним же находится бесплатный дикий пляж так в google карта фоне написан free camping знаете что до него нужно доехать по узкой дороге 5 километров в которой ходит множество людей скорость вашего автомобиля будет не менее 5 километров в час будьте аккуратны а вот эту гостиницу можно было бы хотя бы покрасить самая дешевая краска а то выглядит она сами видите как прокатиться на таком парашюте с ветерком очень здорово но цена конечно кусается около 1000 гривен так как там проводится инструктаж и тратится немало времени на подготовку и а а Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И вот в таком состоянии домики находятся прямо в 30 метрах от моря И конечно очень портят вид морского побережья Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Прикольный Бэтмен Банан Вы видели как на нем катались? Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Ребята, посмотрите на эту столовую. Она находится прямо на побережье Черного моря. В каком же она состоянии? И рядышком с нею можно поставить палатки. И как оказывается, это все не бесплатно. Этими всеми делами кто-то заведует на 12 линии. Я не решился идти узнавать цену. Так как у нас все бесплатно. И вот, как вы видите, здесь пустынная зона. А далее уже продолжаются жилые дома Затоки. А это я уже вышел на центральную дорогу Затоки. Здесь вы можете найти жилье практически на каждом углу. А также множество различных развлекательных заведений. Я обратил внимание на этот симпатичный отель Парус. Здесь есть большая парковочная зона с охраной. И так, подводим итоги. Прошел я порядка двух километров по набережной. Как бы все вам видно. Как там и что там на набережной. Какие домики. Я в основном снимал именно жилье само. Как оно снаружи не снимал. Как внутри то есть не снимал. А как снаружи все отснял. И вот решил с вами поделиться своими впечатлениями. Затоки я дам из пяти баллов не больше двух баллов. Почему? Потому что здесь я заметил большое количество мусора. Почему ставлю всего лишь только два балла. Это лично мое сугубо мнение. Как бы ваше дело. Думайте как думаете. По жилью здесь очень дорого. Тоже там примерно где-то вот 500 гривен и выше. Такие условия себе не очень. Палатки тоже например на таких обычных пляжах ставить нигде практически нельзя. Как бы везде нужно за это платить денежку. Что еще. С любителем девушек как бы познакомиться здесь как бы не совсем-совсем как по мне так показалось мне очень мало. В основном приезжают или с семьями или с детьми или как бы заняты компанией. Поэтому познакомиться будет сложнее. А если говорить уже конкретно о нашем месте, там где мы поставили палатки, это вообще полный ужас. Сейчас будем уезжать. Приехали только всего лишь на один день. Будем ехать в Грибовку. Будем проверять что там и как изменилось за один год. Посмотрим как там будет.